Всем привет, вы на канале Биг Ньюз. Евгения Смирнова наверняка знают не только в Сочи, откуда он родом, но и по всей России. Возможно, многие спросят, а кто это такой, но обо всем по порядку. Наш герой, о котором идет речь, родился и вырос на юге необъятной страны, а именно в городе Сочи. Еще в школе он увлекся брэк-дансом и даже ездил со своей командой на различные соревнования. Позже, учась в академии, он нашел себя в другом виде спорта, а именно в сноубординге. К сожалению, Смирнов рано потерял родителей, поэтому ему пришлось совмещать три дела сразу – учеба, танцы и подработки. Но Евгений совсем справлялся на отлично и продолжал завоевывать победы на чемпионатах России. В апреле 2012 года спортсмена сбила машина, виновник аварии скрылся и даже не попытался помочь пострадавшему. Врачи боролись за жизнь с Женей, операция почти прошла успешно, но он лишился ноги. Нарушителя ДТП в итоге нашли и осудили его на три года, но он погиб в другой аварии, после этого, наверное, стоит верить в судьбу и карму. Для молодого человека, который всю жизнь вел активный образ жизни, инвалидность стала настоящей трагедией. После многих операций и реабилитации Евгений решил вернуться в спорт. Многим покажется, что это невероятно, но Женя занялся греблей на байдарках и занял призовое место на чемпионате России. Но ему этого было мало, все же танцы занимали в его жизни главную роль. И он смог, смог выступить со своей партнершей в проекте танцы на ТНТ. Этот номер так впечатлил Максима Фадеева, что он пригласил Евгения сняться в клипе. А позже наш герой выступил в «Минуте слави» на первом канале. Но Рената Литвинова, одна из судей того шоу, нелестно отозвалась о танцоре и сказала, чтобы Женя отрастил вторую ногу и не афишировал инвалидностью. А может вам в эту пристегнуть вторую? Она же может быть не так очевидно отсутствовать, чтобы не эксплуатировать эту тему. После этих слов на Ренату Литвинову посыпалось негодование и возмущение со стороны зрителей. Сейчас в этом проекте я участвовать дальше не могу. А только потому, что объективного мнения в мою сторону быть уже не может. Некорректно. Я не хотела просто говорить какое-то другое слово и применила вот этот медицинский термин. А вот со своей будущей женой Евгений познакомился в аэропорту. Каждый разлетался по своим городам. Но наш герой, как настоящий борец, решил не сдаваться и нашел незнакомку через социальные сети. Молодые люди начали встречаться, а позже поженились. А в 2019 году у них родилась дочка. После всех проектов Женя открыл в Краснодаре собственную танцевальную школу для обычных ребят и детей-инвалидов. А также был приглашенным гостем на битве экстрасенсов. Евгений очень любит свою жену и дочку и считает себя счастливым человеком. А главное, он не сдался и продолжил свой путь. А вы не проводите время зря. И всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова